На этих кадрах зоозащитники изымают из питомника пять звезд безнадзорных собак, правда многие уже находятся в мешках для трупов. Поводом послужили многочисленные факты жестокого обращения с животными, а именно неподобающее содержание, отсутствие необходимого лечения и, что важно, условий для проведения учета. Данную информацию подтвердили в службе ветеринарии. В ноябре волонтеры вывезли из питомника пять звезд около двухсот брошенных собак. Их привезли сюда, в К9, и теперь спустя четыре месяца никто не знает, куда их деть. Выпустить в привычную среду обитания не позволяют бюрократические тонкости, а содержать их этот питомник более не в состоянии. По закону, отловленные животные после оказания медицинской помощи, стерилизации и чипирования должны быть выпущены туда, где их и поймали. Однако определить, откуда именно собака, теперь не представляется возможным. Большую часть животных из пяти звезд привезли без чипов. К слову, организация предоставляла услуги по отлову сразу нескольким территориям, в том числе и Ангарскому округу. Недавно руководитель К9 обратился в службу ветеринарии с просьбой оказать содействие в идентификации собак. Но договориться о том, как муниципалитету будут отличать своих собак от соседских, пока не удается. Выпустить неучтенных животных на территории Ангарского округа муниципалитет не готов. Это усугубит и без того сложную ситуацию с безнадзорными собаками. Учетные дела составляются по соответствии с приказом службы ветеринарии. Эти все циркуляры спускаются. Мы в соответствии с техническим, при составлении муниципального контракта, это все прописываем. То есть там никаких фотографий в 2020 году не было предусмотрено. Это сейчас, на 2021 год служба ветеринарии внесла в свои приказы изменения, где действительно это есть. И сейчас какие-то опознания собак по фотографиям невозможны. Сейчас в К-9 нужно освобождать вольеры под вновь отловленных животных уже по новым контрактам. По мнению некоторых экспертов, проблемы можно было избежать, если бы инициатива зоозащитников проходила во взаимодействии с надзорными органами. В любом случае я считаю, что эти нарушения, если кто-то заметил, он должен обратиться в правоохранительные органы. И все проверки должны проводиться правоохранительными органами. Возможно, да, или даже желательно в присутствии волонтеров, зоозащитников. Для того, чтобы избежать каких-то сговоров или нарушений, что-то в этом духе. То есть, насколько активны волонтеры, настолько они принимают участие в законных проверках. В данном случае я поняла, что когда осуществлялся вывоз собак из 5 звезд, никаких органов, которые уполномочены проводить именно проверки, не было. Но, как и всякий конфликт, спор о собаках следует рассматривать прежде всего в экономической плоскости. На сегодняшний день федеральный закон об ответственном отношении к животным требует от отловщиков не просто поймать и кормить, но и стерилизовать, привить и при необходимости вылечить животное. И это при том, что за одну особь областное правительство готово субсидировать не более 5,5 тысяч рублей. Мы ни на один сумм не выходили за сумму 5,450, потому что это нереальная сумма. Это очень заниженная сумма и невозможно выполнить все услуги, которые требует федеральный закон. Ну, например, в самой государственной поликлинике только один вид услуг, это стерилизация среднего животного, стоит 8,500. То есть, как можно выполнить весь спектр услуг – отлов, содержание, транспортировка, все это – за 5,450. Это невозможно выполнить. В аукционах на отлов животных в Ангарском округе питомник К-9 не участвовал. Отловить одну собаку организация готова за 12 тысяч рублей. И что примечательно, примерно ту же сумму предлагает и другое – скандалившийся подрядчик. Работать по установленным тарифам уже не согласен никто. И Ангар, в свою очередь, при объеме субсидий на эти цели чуть более 1 миллиона, согласиться на такие условия не готов. Процесс заключения контрактов на отлов затягивается, и в итоге жертвами ситуации становятся не только собаки, но и люди. В первую очередь, жители частного сектора. Так в нашу редакцию третий месяц поступают жалобы от ангарчан, на которых уже долгое время наводят ужас стаи бродячих псов. Александр Бычков, Олег Левченко, Местное время.